Добрый день, дорогие подписчики. У нас сегодня в гостях Сергей Юрьевич. Кто не знает, кто он такой. Сейчас я вам покажу его канал. Показываю канал Коиска Золото ЮА. Он вот так выглядит примерно. Ссылки, конечно же, оставлю вам в описании. Переходим обратно. Ну, начинайте. Приветствия с какого-то хорошего, Сергей Юрьевич. Что-то у меня опять куда-то делся, надо тебя перетащить. Ребята, всем привет. Это новый стрим канала Коиска Золото, Украина и Палыч. Так. Я так понимаю, что Сергей Юрьевич тоже копатель, как и я. Что-то копаем, да. Да. И у нас, как всегда, в начале стрима, минутка рекламы. Спонсор сегодняшнего стрима, группа вайбере. Вот так вот он называется. Кто не знает. У меня с собой нету, я на работе. У кого собака, подписываться тоже. Тоже. У кого девушка, а девушки у меня нету. Так что... У кого собака, те получат отдельный вот такой шеврон. Это эксклюзив, кстати, Палыч. Этих шевронов было выпустино очень ограниченное количество. Кстати, да, вопрос такой сразу от наших подписчиков. Бытует мнение, что в группу копья можно попасть, а, через постель, а, б, за деньги. То есть, не второй. Есть еще третий. Нужно быть нормальным просто человеком, блогером, как бы, и... Ну, ты же понимаешь, что группа закрытого типа, и не хочется делать проходной двор, как бы, да. Вот есть группа, в которых, там, тысяча участников, и ты заходишь туда, там, ну, просто барахолка какая-то, да. Да, там, балаган, балаган. Кто-то что-то парит, балаган, кто-то что-то продает, такое, ну, никакой конкретики, никакого, там, нормального, адекватного общения, просто куча мусорная получается. Ну, у нас, видишь, совсем все по-другому, да. Маленькая такая семья, которая, там, вот, общается в узком кругу. Кто не знает, Сергей является соучредителем данной группы, ну, как бы, его основателем, одним из основателей данной группы, и который принимает решения в этой группе, ну, в принципе, ну, два и три человека. Давай расскажем немножко про группу, как туда попасть. Во-первых, нужно иметь пять рекомендаций от участников группы. Ну, просто так туда, там, ну, никак не попасть. Вот, надо просто быть знакомым с участниками группы и иметь пять рекомендаций от участников, чтобы туда попасть. Это не то, что я, там, какой-то жути навожу или, там, какие-то, там, как это, важности-важности придаю самой группе. Ну, вот такие условия, как бы, ребята, можете создать свою такую же группу, там, да, там, позвать ее, как угодно, там, назвать и придумать свои правила, там, для участия в этой группе, правильно? Ну, в основном, это блогеры, я так понимаю. Блогеры, ну, тот, кто снимает, то, что выкладываете видео. У нас, да, как бы, в основном блогеры, ну, там, буквально пару человек. Мне нравится. Я тебе скажу честно, вот, изначально группа создавалась для такого, просто для общения, да, ну, просто, вот, есть куча в Viber групп, а почему у нас там своей нету, давайте создадим. Создалась группа, там, туда подтянулись несколько камрадов, несколько блогеров, а потом уже в процессе, там, общения, там, и все остальное, она, как бы, так, переформатировалась из группы, там, обычного общения, в группу, там, общения больше блогеров, как бы, ну, вот так вот, как бы. Ага. То есть, ну, там нету барахолки, ничего нету, правильно? Все у нас. Все у нас. Блин, у вас, там, многие люди пишут, я не знаю, как, я, как бы, ну, чек добрый, наш, не хочется отказывать, я объясняю так и так. Тяжело объяснить, да. Тяжело людям объяснить, что мы не берем всех подряд, вот, тяжело реально. Я говорю, что, преимущества нету никакого, там, даже если ты и не в группе, то есть, на находки это не влияет, говорю сразу, то есть, хоть не в группе. Единственное, что плюс, вот, ну, как бы, ну, как бы, блогеры, они могут просто взять какую-то тему обсудить, там, блогерство, в будущих видео, там, видео, какую-то тему, какую-то задать, ну, какой-то ритм в Украине, это можно сделать, но на находке, я повторяюсь, опять, это никак не влияет вообще. Да, вы можете, конечно, быть даже не в какой группе, а быть успешным поисковиком, как бы, ну, тут такое. Ну, да. Ну, тогда переходим к нашим вопросам, по поводу, вот, идем по порядку, самая значимая находка, или в финансовом плане, или в моральном, то есть, ну, не знаю, как лучше. Вот, что такое было, что вот, нашел и задело, ну, я не имею там денег. Ну, что, знаешь, Павлович, я вот не эмоциональный человек вообще. Вот, если я даже найду какой-то, там, не знаю, горшок с золотом, я не буду бегать, там, по полю, там, или по лесу, и кричать, там, и танцевать, знаешь. И меня вот это вот, у меня там было несколько копов таких успешных, знаешь, мне там подписчики писали, вот, а как это так, ты вот там нашел золотую монету, и никаких эмоций у тебя нет, это не вызывает. Ну, вот не вызывает, я не знаю, чем меня сейчас можно удивить, как бы, да, что я должен найти. Ну, не знаю, вот, обрадовался бы очень сильно гривней киевского типа. Вот это, может быть, меня, как-то, знаешь, там, обрадовало. И то, это бы не были, там, какие-то, там, бешеные возгласы. Одну минутку буквально. Так, ну, пока все же отошел, я еще расскажу такую маленькую тайну, пока все же не слышит, он нашел ауреус золотая, это монета золотая, римская, она точно такая же, как динар серебра, но она, естественно, сделана из золота. Ну, как бы, принято говорить, что динар, там, монета, ауреус, тоже, за эту монету можно было много что купить, но, в основном, она носилась как украшение и выдавалась там за какие-то заслуги. Ну, это так, экскурс маленький в историю. Серж, я сказал, да, я по скету сказал подписчикам, что вы имели честь держать в руках ауреус, такая желтая, такая монетка, желтая. Ну, в руках держал не один. Просто подержал, там, пофотографировал, посмотрел, рассмотрел. Мы говорили о гривне, да, вот, ну, вот, может, гривна еще бы у меня каких-то там эмоций вызвала бы. А вообще человек не эмоциональный, знаешь, я спокойно воспринимаю находки, как бы, нету такого. А что касается значимости, не знаю, мне вот, значит, мой первый динар. Вот я его всегда ношу с собой. Ух ты. На коп, да, я вот он мне, как, знаешь, как талисман. Я его всегда ношу с собой, он у меня с собой всегда на копе, как бы куда-то не ехал копать. Он всегда у меня с собой в карманчике лежит. Это динарик гетты, причем в очень даже неплохом состоянии. А где-то это кто, это какая-то царица? Это он, это император римский, да. Sorry, sorry, я не очень разбираюсь в этих... Где-то нет. Одних убивали, потом там вообще там такое творилось, брат брата там, блин. Там, да. Римская империя, это такое, знаешь, надо вникать. Я там, не знаю, я там даже всех императоров не знаю, кто чего там, как бы, делал, кто кого убивал, как бы это все, надо садиться, изучать, вникать, как бы... Интересно. Ну, все равно интересно. Мне вот Римскую империю нравится, наверное, больше. Римскую империю, Киевскую Русь. Вот у тебя там, да, вот советы. Да, советы вообще советы. Я их, да. Ну, мне нравится Рим копать. Рим, Киевскую Русь, там, пускай там эти всякие крестики, там, пластика, вот это вот такое оно все. Его тяжело, трейд, знаешь, оно все звучит плохо. Оно такое все такое. Да, эти все псевдовитые, брасеты, псевдопростые, там, вот эти все... У нас Богдан, Богдан, это Северослав. О, блин. Богдан, красавчик, плат тут выкопали недавно вообще. Да, кстати, да, ребята, мой опыт кое-кайну. Да, это плат все этих, во всех группах... Я, прикинь, Павлович, я в Вайбере, у меня где-то 7, наверное, групп по копу. 7. За день приходят больше тысячи сообщений. Да, да, мне тоже. Я, ну, некогда бывает читать больше. Ну, вот эти, ну, вот этот доклад Ярослава Богдана, я уже видел на Фейсбуке, в Инстаграме. Я делал это уже все, это уже социальная сеть его просто съела, эти фотографии, как рак, знаешь, он уже по симмонизму уже пошло, блин. Очень много там просто хейтеров пошло по этому поводу. Брехня, подкинули, да? Да, подкинули, да, они постоянно подкидывают. Да, да, да. Эти ковноблогеры, блин, они там начинают. Да, это люди, которые постоянно, они попадают в такую ситуацию, я как бы с банданами с Асланом копаю, четыре года копаю, я же я отвечаю перед любым человеком, что мы ни разу не подкидывали монеты или артефакты. Ну, смысл, если оно, вот мы поехали от парка, мы как с парка вынесли, 150 монет, я их выложу на подушку, на зеленую, у меня такая подушка, если можно, зеленая, мы выложим 150 монет, делаем честные фотографии, выложим видео, и тут же сразу хейтеры, типа, блин, допустим, только за год, типа, выкапывают. Ну, все, понимаешь, ну, все же по-разному копают, как бы, да, кто-то там, да и у нас тоже бывают выезды такие, Палыч, ну, мы ездим там 300-400 километров за день, вот особенно там по Риму, когда, выезды, там, ты же не то, что ты там вышел в парк советы копать, да, там можно 50 штук накопать, потому что их там просто огромное количество, да, вот поэтому тебе нравится, что постоянно сигнал, 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 сигнал. А у нас бывает, мы ходим полдня, но вообще ничего, знаешь, там, ну, какие-то какалики, там, может быть, вылазят, знаешь, я сначала, мы когда начинали копать, мы копали вот империю, советы, вот эту хуторщину всякую, знаешь, ездили. Я когда начались у меня первые копы по Риму, да, вот по Чернихам, я не мог понять, что происходит, мы выходили в поле, в поле тишина, ты ходишь, у тебя тишина, никаких сигналов, никакого ничего, знаешь, такое, я еще копал стеркой, и я железо просто закрывал, и оставлял светильные сигналы, я ходил, у меня тишина была полная, знаешь, я не мог понять, ну, как они тут ходят по этому полю, они даже ничего не копают, и вот мы полдня ходили, да, там, какой-то, там, один, два, три, как бы, динарика там находили, да, хотя, если бы мы поехали по хуторщине, мы бы там накопали каких-то, там, какой-то империи, или советов, или еще там чего-то, да. Ну, у меня было такое случая, когда я тоже выходил на поле, у меня за 20 минут не было ни одного сигнала, я что делал, я брал лопату и прилаживал до катушки, я думал, что прибор не работает. Да, ну, думаю, ну, как так может быть, вообще, на, что еще по ушам, ну, как так, блин, о, до лопаты, о, ну, работает, все, звук есть, реально, за 20 минут, ни черно, ни поздно, ноль. Ну, вот опять же, возвращаясь к тому, что все копают по-разному, да, вот, вот, Богдан, да, понятно, у него там, он чаще ездит, да, чем мы все остальные, поэтому чаще попадаются находки, да, в том числе хорошие находки, да, потому что человек уделяет этому, ну, большинство, часть своего свободного времени, да, там, это его... Ну, да, да. Вот у меня еще один есть такой знакомый, Саша от Житомира, вот он в этом сезоне выкопал три ауреуса, вот кому-то рассказать, вот, не понимаете, реально, три ауреуса человек выкопал в сезоне, и все потому, что он пенсионер, ему, как бы, делать нечего, пенсия, там, военный, причем, пенсионер, там, какая-то военная пенсия капает, как бы, там, у него машина есть, он себе сел в машину, и он копает день через день, там, ну, у него минимум три выезда в неделю. А, ну, блин, вопрос... Ну, конечно, будет находить, как бы. Так, пытания с нашего чата. Я где ишел до такого життя, чего пенсивно коп? Блин, я вот давно хотел, и как-то меня, у меня друг Валера есть, канал Монитос ТВ, кстати, подписывайтесь, человек, очень делает хороший, качественный контент. Вот он давно уже копает, он начал копать раньше, чем я, где-то на года три или четыре. Ну, и он как-то приходил, там, в офис, мы там общаемся, и по работе, в том числе, знаешь, приносил, показывал монетки, как бы, знаешь, и меня как-то оно не впечатляло, не впечатляло, не впечатляло, потом, а, и рассказывал эмоционально это все, вот, я там корчму копаю, там, он там, он нашел корчму в лесу, вот он ее копал три или четыре года, эту корчму, и оттуда вынес в общей сложности больше семиста монет разных. Там и серебро, но не было только золото, было серебро, было много меди, Каткиных пятаков, и причем корчма, она не была отмечена ни на одной карте. Она просто стояла возле села, да, и видно, когда-то сгорело, то ли ее не успели нанести на карту, потому что монеты все были одного временного периода. Это, это не в этом дело, я постановлю подсказать тебе и зрителям, почему так произошло, что ее нету на Шиберте, для того, что раньше, как и сейчас в нашей жизни, были нелегальные корчмы. Раньше по закону, да, ну, раньше при царе, каждая корчма должна сделать в лесах, там, раз в месяц, кладить податки. Да, да, у нас были такие корчмы, которые не потеряли податки, и их не наносили на уездной карте, поэтому ее и не было на карте. Вот такой, ну, ответ. Ну, вот он копал эту корчму там несколько лет, как бы, и приносил там эти все находки и показывал, знаешь. Меня как-то не впечатляло, не впечатляло, а потом, листая, у меня канал, кстати, где-то с 2008 года был зарегистрирован на YouTube. Я там загружал горные лыжи, я там в букве лек, знаешь, такая всякая рыбалка, там, ну, ерунду, в общем, всякую. Там, пытался что-то делать, какие-то ролики монтировать, загружать туда. И потом, листая просторы YouTube, как-то, знаешь, наткнулся на Мусихина. Да, да. И как-то один ролик, второй, третий, меня это затянуло, затянуло, знаешь, как бы, я уже захотел себе прибор. Захотел прибор, пришел к Валере, говорю, Валера, все, я хочу, а, говорю, я знаю, ты копаешь, давай, что-то мне там будешь советовать, делись опытом. Он мне все рассказал, все объяснил, все, как бы, там, показал. Ну, говорит, возьми себе там сначала Аську, но я Аську не хотел, я хотел, чтобы такое уже более, знаешь, там, более профессиональное. Я себе взял терку, хотя, пожалел об этом где-то, ну, буквально через год. Надо было сразу брать Deus. Хотя меня пугали, там, Deus, сложный прибор, ты там не разберешься, знаешь, я когда купил Deus. Я чего взял Deus, потому что я видел, насколько хорошо мои коллеги, Капальник, они выкапывали 5-6, то есть в два раза больше. Ну да, просто есть, чем сомнить, называется, контраст, то есть ты раз ты видишь, что там, там. Я вот, опять же, сейчас всем советую, мне там страшно, какой прибор купить, я говорю, ребята, берите сразу хороший, профессиональный прибор. Что потом не идти по вот этой вот лесенке возрастания, да, там, купил Аську, продал Аську, купил терку, продал терку, купил Проху, там, еще что-то, еще что-то, там, дошел, там, до Deus, там, или, там, до Equinox, или, там, еще чего-то, чего-то. Видите, если вы профессионально планируете заниматься поиском, сразу берите себе профессиональный прибор. Если так, поиграться раз в месяц, туда и Аськи. Ну, Сереж, еще, еще зависит, понимаешь, от финансов, ну, не все 1200 долларов взял и отдал. Ну, в Lite-версии есть, в том числе. Ну, салат. Ну, смотри, ты берешь, там, да, ну, допустим, не знаю, там, терку, да, ты покупаешь к ней по-любому катушку. Да. Потому что от тебя штатная, как бы, там, ну, что с ней искать, там, ну, я не знаю, что. Ну, те же деньги чуть-чуть добавить, и у тебя будет Lite-версия Deus, правильно? Согласен. Ну, все-таки это приборы. Так. Вопрос. Про что думаете, как МД вмикает при выходе на точку? Про что думаете, когда вмикает МД при выходе на точку? Да, да, да. Виталій Любинский пишет. Виталій, я показываю такие вопросы. Да не про что я не думаю. Думаю, это как отдохнуть, а что думаете? Включил. И пошел. И пошел, как бы, да, что тут думать. Идешь себе и смотришь, где там походили, где не походили. Ходишься, ну, ну. Да, тут надо не думать, надо смотреть. Да, тут больше смотреть и слушать, как бы, да, Deus прибор, который надо слушать, да, в данном случае. То есть ты идешь и слушаешь, да, что ты там поешь. Все, все с собой бажано мати на копии. Правда, парада Витка Мрада. Все с собой треба мати на копии. Ну, два, там, пять вещей, пять вот так вот. Ну, кроме примера. Я с собой беру, смотри, я хожу с рюкзаком, ты не копал со мной, да, я хожу, у меня такой маленький рюкзачок на 16 литров, у меня в нем лежит камелбек обязательно, в котором всегда есть вода. То есть там даже это лето, это зима, осень, все равно всегда бывает такой момент, когда захочется попить. То есть камелбек у меня по-любому, у меня по-любому там лежит фонарик в рюкзаке, нож и зажигалка, ну и камера опять же. Это четыре. Нож, зажигалка, фонарик и вода. Да. А это самое там чекушка, ну там чекушка, закушка. Мы не употребляем на копии, я в основном за рулем, как бы, и поэтому... Или то же самое. К счастью, да. Не, мы выпить можем дома, знаешь, там. А, мы пьем, знаешь, когда, когда кто-то находит хорошую находку, и мы идем пропивать его 10% в кабак. Вот у нас такая договоренность. Да? Да. Вот мы, вот если мы там, ауреус там, допустим, или что-то такое там, ах-ах хорошее, то мы идем в кабак пить. Да, Свят Подольский спрашивает, как пришла идея, да, привет, Свят. Как пришла идея зробити найкрутішу банду блогерів-копачів? Ну, спонтанно получилось. Я же говорю, я создал группу и начал туда подтягивать Актура, Богдана, кто там у нас. Ну, вот всех, кого знал, да, там, всех туда там и просто подобавлял. Ну, я бы не сказал бы это, тут слово найкрутішу, да, потому что, например, я не нашел еще ни одного уклада, честно. Я не мучаюсь стать стабачным крутым, вообще. Я тоже клад не находил, кстати. То есть тут, да, как мерять слово, просто как мерять найкрутішу, потому что, ну как, можно найти 20 тысяч советов, а можно один Ауриос, как все же, да, то есть Илья Кутуев, или все же, тут, ну, указа свои ценности. Поэтому, ну, там Орисы. Я считаю, знаешь, что не то, что там та самая крутая там банда, да, это просто хорошая, такая классная компания, да, вот, с которой может приятно общаться, как бы, и ты, нету вот этого строча, там, да, как в других группах, там, ну, негатива какого-то. Все происходит на позитиве, начиная с утра, когда каждый там пишет «Доброе утро», а ты начинаешь читать этих, там, блин, 20 сообщений «Доброе утро». Ну да. Так. Питание від Винницких Камрадов. Чему найемоційнейший коп, коли від знаки, клязлись руки, высяковало сердце, летала лопата? Яка це была знаки? Не, не было. Я же говорю, я не эмоційная людина, как бы. Тому я дуже спокійно до всього відношусь. Блин. А как же это самый? Ну, цепь на 4 кг, есть там у меня знакомый, который выкопал цепь, выкопал там еще много артефактов хороших за миллион евро. Это я знаю, кто это. Это тот человек, которого похищали инопланетяне. Да, это буйсёщий вопрос. Так, не было так, ладно. Почитай пока вопросы, я тут... Да-да-да-да. Сообщение. Ина Абра спрашивает. Группа Коп.юа. Да, Инна Пиречка, привет. Планувалась группа Коп.юа як група блогерів? Ну, вже все ж сказали, що... Не, не планувалось. Это была просто группа для общения по Копу. Потом уже как-то так получилось, что большинство участников группы это блогеры. Так, и очень интересное питание. Опять Инна. Сергей, знаю, що в тебе є одне забубонне правило. Ти знімаєш привітання після першої знахідки. Вот это не всегда. Давай я закончу. Давай. Так вот, наскільки я памятаю, в неделю ти спочатку привітався. Чи був цей Коп вдалим? Да. Ну, я динарик нашел, если это можно сказать. Потому что в этом лесу нашли три динарика, один Антонинян и наконечник Скопья, Спыст. Да, есть у меня, да, забубоны, это, я не знаю, это, наверное, ну, у меня есть, у кого-то нету там, да, вот. Сейчас, что там, я тут мышка. Я забубонный человек, да, если мне там кошка перебежит дорогу, я на машине буду ехать, я буду кварталом объезжать два или три, знаешь, чтобы объехать другой дорогой. Не снимаю привітання, потому что, ну, не знаю, может у меня такое стечение обстоятельств, что я вот снимаю привітання, и потом у меня там Коп неудачный, да, там, ну, стараюсь нашел, там, достал камеру, поздоровался, ребята, всем привет и, как бы, по-моему. Я, кстати, могу сказать за себя, я снимаю привітання, я часто даже показываю часы, вот я когда сажусь в машину, еду за Баданом, за Иославом, это 5 утра, я даже, ну, когда снимаю привітання, я беру камеру, навожу часы в машине или там на руке и показываю, что. Вот так, ну, я витаюсь с Амаратом, да, и потом понеслась там клады, ну, потом мы приезжаем на место, подкидываем монеты, потом их выкапываем. Клады? Где берете это все, чтобы подкинуть, Павлович, вот это интересно. Ну, Алиэкспресс. Да, можно заказать там таких дешевых монет и потом кладик какой-то сделать, да. Да, можно, конечно, ну, я не знаю, ну, люди в это, как бы, верят, ведутся на эту фигню, блин, хотя, знаешь, вот, я думаю, может, в натуре что-то прикопать, ну, чтобы уже, как бы, ну, на тебя наговаривать, чтобы уже, как бы, соответствовало. У меня было, знаешь, несколько подозрений, вот, там, я тоже там смотрю YouTube, да, смотрю каналы, там, было у меня несколько подозрений, там, на, не буду говорить, как называется, каналы, да, было. Ну, не все так делают, потому что, как бы, на самом деле, если так делать, можно каждое видео снимать какую-то там грандиозную находку, да, и клады там, и хайпить еще там на название, там, мега супер, там, капец вообще. Кстати, это тоже будет вопрос по поводу, ладно, давай, задам, как вы относитесь к громким названием, к капсам? Ну, это хайп, хайп, да, 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 ну, как, ну, так, плохо, когда ты читаешь название, и потом заходишь, начинаешь смотреть видео, а там, ну, по факту, там, ну, вообще не то, что, не то, что название. Ну, я так понял, что этим канал, золото копья, ну, он не занимается. Я не знаю, ну, надо перечитать, кстати, все свои, там, на всякий случай, вдруг, там, где-то, что-то затесалось, знаешь, как бы, то есть, ну, не знал, или, там, не писал, ну, не знаю, нет, наверное, там, надо пересмотреть, ну, я такое, что-то пытаюсь, что-то такое, что-то, оно легко воспринималось зрителем, да, вот, там, зашел, открыл, там, прочитал, как бы, и вот интересно было построить, ну, не мега, мега, там, а супер мега. Так, вопрос. Слышал, что если не брится месяц, то в лесу можно заблудиться. Это Сергей П. Еще раз, если месяц не брится, можно заблудиться в лесу? Да, можно в лесу заблудиться, такой типа П, ну, такая рифма. Не слышал. Ну, Сергей Копает поляк очень часто, я вижу его поляк. Я, знаешь, я хорошо ориентируюсь в лесу, меня можно привезти с закрытыми глазами и оставить, и я выйду, ну, с любой точки. Мы, когда ходим за грибами, да, там, с супругой, я постоянно, знаешь, куда-то заведу, там, выведу, она там, а где машина? Я говорю, вот там. Она такая, откуда ты знаешь, что машина там, что она не там, не там, не там, как ты ориентируешься? Я говорю, ну, вот, смотри, мы мимо этого дерева проходили, а вот этот пенек, под которым гриб роса, ну, как ты это все запоминаешь? Ну, это же нереально, знаешь? Я, ну, выведу с любого леса. Вопрос, как вы познакомились со своими друзьями-камрадами, с какими пассианок опаете? Как познакомились? Да, со своими друзьями-камрадами, с которыми мы просто копаем. Ну, вот мы копаем, у нас четыре человека. Банда-кабанда, я называю. Да, банда. Ну, Юра, это мой одноклассник, я его знал давно, мы, ну, я только не знал, что он копает. Я, как-то, ну, я уже, когда начал копать, когда начал видео выкладывать, там, на YouTube и в Facebook фотографии, он мне позвонил, говорит, ты что копаешь? Я говорю, да, он говорит, заедь, поболтаем. Я говорю, ты тоже копаешь? Он говорит, да. Я заехал, так, мы с Юрчиком, ну, как бы, ну, начали копать вместе, да, он там начал с нами ездить. Сначала я с ним начал ездить, он мне про Черняхи рассказал, как бы, там, про Киевскую Русь, потому что я копал куторщину. Он говорит, Серега, ты не то копаешь, приезжай, поговорим. С Генчиком я познакомился через нашего общего знакомого, он его взял с нами на коп, мы познакомились с Гешей и так начали общаться. А Тёмыч и Колян, которые ныряют под воду зимой под лед, это уже Генчика, друзья, которые, ну, ну, просто, нулик себе, по-моему. Так, ещё вопрос, так, кто из них самый везучий? Самый везучий, наверное, Колян. У него были интересные находки, хорошие, он такой перстень находил золотой. Это был второй день Пасхи, мы поехали копать, я, причём, даже прибор с собой не брал, я взял камеру, думаю, поеду просто поснимаю видео, всё-таки праздник. Знаешь, я ещё суеверный забубонный, знаю, что это такое, думаю, брать прибор не буду. Поехали мы, в общем, копать, я снимал, они копали, и Колян нашёл золотой перстень, такой хороший золотой перстень, во имя Аллаха на нём была надпись, древний. Так, вопрос, правда ли, что пьяным кладискателям больше везёт с находками? Нет, больше везёт, когда ты сбудуна. Это реальный факт. У меня даже есть этому всему научное объяснение. Когда ты сбудуна, тебе просто неимверно болит башка, и тебе не хочется быстро ходить. Ты начинаешь ходить медленнее, и доходишь больше цели. Так, вопрос, блин, столько вопросов, я просто не знаю, какой Серёжа уже сам популярный. Сколько Серёжа копает, и как подсел на это дело? Ну, как подсел, понятно, а сколько копает? Я копаю не так давно, кстати, я копаю с 2015 года, или 2014, я уже не помню. Надо посмотреть на канале, когда там начал. Я начал загружать видео где-то через месяц после того, как я начал копать. Инна Сергеевна Печкур, она же Копичушка. Ну, все знают, Инну Сергеевну знают все. Что почався коп, что привело до купивли МД? Ну, уже было, Инна. Блин, вопрос хороший, но просто чуть пораньше. Какая самая лучшая находка была за всё время копа? Ну, тоже вопрос уже был. Ну, они все, как бы, хорошие. Просто сама ценность, может быть, не финансовая, а моральная, да, может быть. Да, вот я же спрашивал, что есть значимая находка, есть. Можно найти, к примеру, там, какую-то медаль, которая стоит, там, 50 долларов, но это твоего прадеда, который воевал. Она будет самая для тебя, самая дорогая, чем взять, там, медаль, которая стоит, там, тысячу долларов. Вот, ура, вот, золотой, да, который, там, ну, вот, нашёл, нашёл. Ну, да. Так, вітаю. Виктор Сус. Виктор, привет. О, привет, дружа. Я ему сюда пишу. Привет, дружа. Вітаю. На вашу думку, який коп будет так за років 10? Я думаю, что за 10 роков мы будем копать все на пляже. Чи під водою, чи туди підем, куди зараз не доходимо. Не, на самом деле, ещё будем копать, как бы, то, что говорят, там, что всё выбито, там, находок нету, там, все ездят по одним и тем же точкам. Ребята, есть ещё что искать? Вы просто себе, ну, вот я, у меня есть круг общения, да, достаточно узкий, да, который мне говорит о том, что мы ещё очень многого не знаем, да, вот, и в поиске в том числе. И в находок мы ещё многих не видели. Такие есть находки, которые, ну, действительно будут рады. Так, Свят Подольский питаю. Чим задобриешь діда? Сначала задабривал конфетами, покупал конфеты достаточно известной марки, леденцы. Задабривал, причём фишка была задабривать діда жёлтыми конфетами, жёлтыми леденцами. Они есть такие, они в пачке продаются, там есть красные, зелёные и жёлтые. Вот я покупал пачку, специально сотрел там, чтобы там было больше жёлтых, красные съедал сами зелёные, а задабривал жёлтыми діда. Последнее время что-то вот, наверное, надо задабрить, потому что как-то с находками не очень. Да, Сергей Куц спрашивает с нашей БАДы, что бы ты хотел ещё найти в следующем году? Я если мечтал найти грифу, вот это вот действительно, вот хочется мне киевского типа найти грифу. Я бы даже не продавал её, вот оставил бы себе, потому что вот хочется мне её подержать. Вот это действительно кусок истории, да, вот там. Вот для меня даже там вот единорики римские, как бы, это не наше, да, оно у нас есть, да, но это не наша история. Ну, где-то косвенно, она наша, но она пришла к нам с другой, да, там, стороны. Ну, грифу это такая длинная, такая... Они разные есть, есть новгородские, они длинные, а есть такие вот, у тебя, если есть где-то под рукой гривна бумажная наша, на ней изображена... Ну, давай, сейчас я вот так вот... Не-не-не, одна гривна нужна. А, блин, ну, у меня нету мелких денег, мне не повезло, в жизни мелочи нету. Две, две, вот, а, вот есть одна наша. Вот смотри, не знаю, как тебе показать, куда. Вот это вот. А, да-да, видно, видно. Да, вот это гривна Киевской Руси, ну, она тут нарисована, да, а в жизни это такой слиток серебра, вот такой вот формы, вот хочется найти. Так, вопрос... Не знаю, что там еще хотело. Чим задобруешь дружину перед копом? Дружину, ну, не знаю, это лично... Кстати, вот это вообще больная тема, потому что, если я еду копать, и у жены плохое настроение, или она там где-то там злится, как-то обижается, вот можно просто брать и оставаться дома. Просто никуда не ехать. А когда вот у жены хорошее настроение, и я еду копать, все супер. Так, Сергей Кут спрашивает, встречал ли в лесу во время копа мифических существ? Давай вообще тему мистики возьмем на копию, ну, чтобы уже, вот там сейчас будет промилу. Я пацанов так развел был один раз, зимой мы поехали тоже на Хмельничину копать в лес, и уже такое тоже, был такой, знаешь, снежок, вот такая вот погода, как в воскресенье мы с ребятами копали, снегом уже лес так прикрыл, знаешь. Я шел, и на дереве растут грибы там, ну, не опята, а какие-то грибы, знаешь. Я их сфоткал, и мы потом уже, когда собрались все обеды, знаешь, там, я говорю, слушайте, это, видели там грибы растут на дереве? Ну, да, видели там, знаешь. Я говорю, а деда видели? Они такие, какого деда есть? Ну, хотел там грибы собирал, они такие, да ну ты мой. Я, короче, так жестко, они повелись вот это все. Говорю, да не видели мы, знаешь, а что ты видел деда? Я говорю, да, видел. Говорю, хотел грибы собирал. Зимой? Да! То есть все-таки, ну, а вообще какая-то мистика была на Копе? Ну, может быть, какие-то случаи там какие-то, ну, просто мне рассказывал Владимир, познаватель археологии, я рассказывал Виклинг, вот пока что у двоих из них были какие-то мифические случаи. Ну, такой вообще-вообще мистики не было, но было такое, что когда наводишь камеру, да, там в лесу и листья от деревьев, вот отображалась поиск лица, знаешь, есть такая функция в камере. У меня такое было, я так снимал там переход, знаешь, и у меня получилось, что камера начала искать лицо. Ну, я думаю, что это все-таки, скорее всего, ну, где-то листья так располагались с ветками, и оно где-то приняло это за лицо человечество. Ну, вот такое было. Ну, где-то чуть-чуть, я так, знаешь, не испугался, а как-то не так засомневался, что такое. Расскажи страшную, або смешную историю. Страшную, або смешную. Самые смешные истории нам делает Колян. Когда, вот, кстати, выйдет видео в субботу, там в конце смешная история, только не перематывайте сразу в конец. Колян, ну, у него, мы его начали называть месье Паганель когда-то одно время, потому что он просто человек чрезвычайно рассеян. Он едет на коп, он может забыть дома лопату, наушники, зарядку, прибор, там, катушку. Три раза я снимал видео, когда Колян оставлял лопату втыкнутую в землю возле машины и уходил. Просто уходил, я смотрю, он идет, лопата торчит, как бы, я достаю камеру, открываю, нажимаю запись и начинаю снимать. И он идет, мы ему кричим Колян, Колян, он что-то себе на своей волне идет, как бы, и мы с этого, ну, не знаю, ржем. Так, чьи храпыш в Намэте сейчас копальских взлетев? Мы два раза были на Камрад-фесте, два раза ночевали у Геши в бусе, храплю, да, я храплю, кстати, со мной, наверное. Ну, так, терпимо или так, или критично? Я думаю, что терпимо, я не знаю. Надо, блин, спасать по звуку. Надо записать как-то. Я думаю, что терпимо, ну, понятно, все, знаешь, там, выпившие, как бы, и там, там, кто первый заснул, даже если второй все равно выпившие, все равно там никто ничего не слышит. Так, расскажи, сколько наибольший зараз нашел винариков, и каковы были ощущения? Не знаю, штук восемь, не, не восемь, больше, наверное. В прошлом году мы попали на перепашку, причем мы приехали на поселение, на которое уже никто не хотел ехать. Но уже настолько было знанное, топтанное, вытоптанное, как бы, и мы. Мы туда даже, может, и мы не приехали, мы просто проезжали мимо, увидели, что там ездит трактор. И мы приехали, смотрим, трактор ездит, думали, что уже там все выходили давно. Мы приехали, смотрим, а просто никто еще не ходил. Никто не ходил. Повезло. Мы выходим, отошли 20 метров от машины, Колян везучий первый динарик нашел. Поганель, да? Да, и мы пошли ходить, 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 короче, мы тогда нормально накопали. Я вот больше восьми штук по воду я выкопал. Ну, я не думаю, что это там ах-ах, когда-то люди там давно-давно выкапывали по 70 штук закоп, и по 50, и по 40. Восемь штук сейчас выкопать это хорошо. У меня знакомые нашли, ну, нашли вдоль речки, типа ладья такая, ну, там старая ладья, видно, римская, нинская. Там было очень-очень много динариков, там что-то более 200, что-то, ну, такой случай был в жизни. Находят, вот горшок хмельничане нашли недавно с динариками, кстати, видео где-то есть. Где-то сетью, кстати, гуляло видео про вот этот вот, там, кладик какой-то был. Причем оно лежало в горшке хуторском таком, не знаю, может, они сами слепили это на горшок, может, ну, может, это где-то собирал кто-то, потом закопал клад. Ну, римские динарии ходили еще при Российской империи, им просто как серебром рассчитывали. Ну, я скажу за себя, я нашел за 4 года один динар в Черкассах, все. Все, что я нашел. И копали. Я, да, я просто, да. Если бы ты четко копал там, да, по Черняхам, да, или по Руси, то были где-то налики. У тебя чуть-чуть поезд под другой вид. Так, вопрос, блин, столько вопросов. Я даже не знал, что будет столько вопросов. Когда снимался в Викилинг, не было такие вопросы. Ну, были другие просто вопросы. А то такие интересные, блин. Так, нащелка, понятно. Блин, корфи закончилась. Так. Если хочешь кофе набрать, то не вопрос. Можно пойти набрать кофе, ну. А мне идти надо, выходить с офиса, идти метров 30, заказывать. А, я думал, ну, может, там типа нагнуться, а ну, взять кофе-то. Нет, нет, нет. Секретарь уже дома, все я один успекаю. Что для вас значит ваш YouTube канал? Не знаю. Ну, это как бы детище какое-то такое, знаешь. Мне интересно. Это хобби. Блогерство в том числе. Я как бы никогда не делал это, вот, ну, не знаю. Мне первые разы, я что, когда канал завел, знаешь, я там снимал, там, ну, я ничего не говорил на камеру, да. Это были там поездки в Буковель, там какая-то там природа, или какая-то рыбалка, там, такое, знаешь, оно было. Видео от третьего лица, да, там. А уже когда начал вести блог на канале, уже мне очень первые разы, мне очень было трудно что-то наговорить на камеру. Где-то Сережа завис. Сережа, не видно, а как, видно, но не слышно. Режим паузы. Видно, что-то у тебя надо переделать. Так, сейчас я постараюсь написать, Сережа, чат. Завис, я уже завис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова